здравствуйте дорогие мои подписчики и все кто заглянул ко мне на огонек с вами елена воскресенье у нас первый предрождественский праздник который называется адвент мы зажигаем свечу красиво накрываем стол накануне печем рождественское печенье и конечно убираем квартиру разными новогодними украшениями и мелочами и в преддверии этого праздника я тоже люблю прогуляться по магазинам особенно по своим любимым винтажным магазинчиком и найти какие-то мелочи которые приятно тебя удивят обрадуют и создадут новогоднее настроение посмотрите сколько я накупила всякой всячины и сейчас я с вами охотно этим поделюсь встретился мне вот такой красивый оловянный подсвечник посмотрите как он красиво выполнен техника витража пайка оловом и эмаль красивая елочка украшенной новогодними гирляндами и свечами на подставке со звездой на макушке и смотрится она как будто на фоне ночного окна вот так выглядит он сзади мы видим пайку оловом и вот такая чашечка для свечи вечером он конечно смотрится очень волшебно вот такой колокольчик мне понравился металлический наверное может при помощи этого колокольчика позвать к столу или сказать что обед готов приятная милая новогодняя штучка ну и попался мне колокольчик настоящий фарфоровый с таким зимним сюжетом ребятки играют далеке и здесь санта клаус едет запряженной лошадьми карете санях рисунок с обеих сторон одинаковый и это старый тиршинройт мануфактура очень известная ныне не действующая перешедшая по моему крозенталь точно не помню кому по моему крозенталь два совершенно очаровательных человечка гномика новогодних веселенькие такие ну надо сказать что таких игрушек уже много но вот эти милые мордашки мне очень понравились куколки небольшие вот так они смотрятся вдвоем встретился мне вот такой набор хрустальных капелек то есть это как сосульки но они такие перламутровые хочу их подвесить на ветку которую я приготовила уже на окне и очень они будут восхитительно выглядеть когда на них будет падать свет еще один интересный деревянный человечек просто обожаю такие деревянные игрушки посмотрите это какой-то баварский мальчик посмотрите как чудесно он делает зарядку думаю что его можно повесить на елочку здесь мы видим маркировку тоже оригинальная австрийская игрушка шницер сделана в австрии покажу поближе вам клей может вам было интересно может быть кому-то то есть игрушечка конечно не было в использовании но довольно таки винтажная просто прелесть увидела вот такую коробочку подарочную написано лип глосс из бриллиант лепре это наверное по-немецкой по-французски а по-немецки это блеск для губ и сейчас я покажу вам как это смотрится без коробочки не самой стало интересно она была новенькая то есть запечатанная и я взяла его для внучки вот я покажу его вот такого мишку как он открывается и там видите блеск для губ думаю мои внучки 9 лет думаю что ей понравится ну просто они интересные такие игрушечки мишка думаю приятные будет и еще вот такие дед мороз я не знаю кто это полицейский или в общем поросеночек форме полицейского и вот такой ангелочек еще одна приятная находка вот такой шарик винтажный довольно таки крупные так вот он смотрится хотя украшение все эти такие старенькие листочки я уже их думаю что они давно давно выглядит давным давно вернее созданы но все равно у него выражение такое впечатление что это винтажный шарик а теперь друзья посмотрите вот на эту чудесную сосульку какая она классная посмотрите здесь такие бусины интересная я тоже думаю что она винтажная такая красивая причем была одна среди каких-то шариков до того мне она понравилась просто чудо прелесть прелестная друзья посмотрите какая прелесть какой красивый шар сдается мне что он украшен вручную но какой сюжет как мне понравился сюжет посмотрите какие прелестные девочка с мальчиком винтажные держит мишку и здесь посмотрите какая красивая прелестная милая девочка какие у нее глазки какие волосики честно она мне напоминает мою внучку моя внучка тоже она у нее длинные волосы такая тоже глазки такие выразительные правда без челочки и вот такая прелестная девочка здесь но здесь видите как украшена можно все переделывать можно нужно и вот здесь надо дополнить ну они были в таком футляре где эти штучки все лежат на месте но и нет здесь опознавательных знаков в отличие от других игрушек раньше их поэтому я думаю что это ручной работа шарик не такой ртаракой здесь тоже все отвалилось то есть это такая наверно пленка одевается на шары но все равно мне понравилось понравились эти два шарика девочки такие прелестные и они очень крупные по размеру вот этот крупный шара этот еще больше и вот таких два чудесных шарика вот такие мои находочки случились перед рождеством это еще не все я вам не успела показать деревянные игрушки которые побольше уже в размере и самое интересное что я вам не показала еще находки с барахолки где я купила потрясающие старинные стеклянные игрушки известной немецкой фабрики поэтому я вам покажу это в следующем обзоре очень жаль наверху соседи что-то пилят строгают мне там очень часто пришлось отключаться поэтому я покажу вам все в следующий раз а сегодня спасибо за просмотр и всего вам наилучшего до новых встреч